Две тренировки и несколько часов на воде каждый день. Выходной лишь воскресенье. В таком усиленном режиме бийские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата готовятся к чемпионату мира. Но примут ли они в нем участие пока еще не ясно. Спортсмены ждут решения Международного Паралимпийского комитета. На заседании, которое состоится в мае, будет рассмотрен вопрос о допуске сборной нашей страны на международные соревнования. В данное время Международный Паралимпийский комитет выложил какие-то свои правила, по которым мы должны работать. И, в общем-то, со стороны России никаких не ошибок. Ну, в общем-то, к Паралимпийскому комитету России никаких претензий со стороны им пока нет. Чемпионат мира для наших спортсменов как шанс отыграться за Паралимпийские игры, которым они не были допущены вместе со всей сборной страны. Имена Юрий Лучкин, Роман Жданов и Егор Ефросинин могли прозвучать на мировой арене и прославить Наукоград. У нас сейчас сборная злая. У нас все рвут и мечут, чтобы попасть туда. То есть у меня самого злоба такая. Я смотрел, как мой соперник выигрывает. И его эмоции, то, что он понимает. Я видел по его глазам, потому что он понимает, что это не его медаль. Если их выпустят, мы 100% будем медалисты. Золото будет наше все равно. Сегодня на очередной тренировке в спорткомплексе «Заря» побывал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Он пообщался со спортсменами и обсудил ситуацию с их допуском на международные соревнования. Вопрос защиты прав спортсменов на международном уровне. Работа с федерациями, ну и работа, соответственно, с международными организациями. То есть общих правил нету по защите прав спортсменов. Поэтому есть вот эта лазейка и возможность нас на обочину вытолкнуть. Пока решается вопрос с допуском спортсменов на международные старты, пловцы продолжают упорно тренироваться. Причем не только на воде, но и в тренажерном зале. Он находится здесь же, в спорткомплексе «Заря». Занятия на тренажерах помогают укрепить мышцы и улучшить технику плавания. Была лишь одна проблема – это пол. Спортсменам-колясочникам приходилось передвигаться по расколовшейся плитке. С тренажера на тренажер, за кантелями, за ковриками, за чем-то еще. Не всегда используешь коляску. Где-то руками, где-то на коленках. Кто может, тот ходит. Тоже подошвы царапают. Вот дети маленькие, они падают. Некоторые ходят, ходят неустойчиво, падают. Тоже бьются. От фонда социального содействия Александра Прокопьева сегодня в тренажерный зал доставили новое резиновое покрытие. Теперь тренировки будут комфортными. Впереди у спортсменов напряженные дни. Уже через две недели бийские пловцы выступят на чемпионате России в Краснодаре, а в июне на соревнованиях в Раменске. Там пройдет отборочный этап на чемпионат мира. Сейчас главное, чтобы спортсменов допустили к участию. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских, БИСК. Специально для наших новостей.